Он погиб, но память о нём никуда не денется. Лучший друг с битва в Сирии Евгения Долгина хранит его счастливую купюру. Фартовая сторублёвка осталась у Никиты Боброва, когда его приятель выпускался из лётного училища. По традиции авиаторы подписывали деньги и клали их под погоны. Свою купюру Евгений Долгин подарил Никите. На выпуск есть такая традиция. В выпуске выпускники подписывают струблёвые банкноты и кладут себе их под погоны. Курсанты, которые только предстоит выпуск, подбегают после торжественного крикла выпускников и всё, бросания монет в воздух, куража, поздравления друг к другу. Подбегают к ним и начинают их поздравлять. После поздравления новоиспечённый лейтенант подставляет правое или левое плечо, из которого выглядывает маленький уголок струблёвой купюры. После чего вытягиваешь его. На него написано пожелания, которые он оставил тебе на оставшееся твое время обучения, да и вообще, в принципе, по жизни. Сто рублёвку с автографом друга Никита хранит с октября 2014 года. Он держит её около сердца в военном билете и не расстаётся с банкнотой ни на день. Раньше она показывала то, что всё ещё впереди, всё самое хорошее. То, что все дойдут до выпуска, все переживём те же самые впечатления, что переживал он в тот момент. Но сейчас это пикюра остаётся напоминанием о Жене, о том, что этот человек сделал для меня, каким он был, каким он остаётся в наших сердцах. Авиаторы дружили с раннего детства, оба хотели стать вертолётчиками и продолжить семейную династию. Мальчишки ежедневно занимались спортом и мечтали о будущих полётах. Евгений я знал всю свою сознательную жизнь. Наши родители учились вместе. Оба отца закончили Соколовское училище лётное. Вот мамы закончили один педагогический университет. Так что Евгений я знал с ранних лет, можно сказать, всю свою сознательную жизнь. В августе у Никиты Боброва состоится свадьба. Евгения Долгина приглашали как одного из самых дорогих гостей. Однако теперь этим планам не суждено сбыться. Напомню, военалётчики Рифагат Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля при крушении вертолётами 25 в сирийской провинции Хомс. Их сбили террористы.